Привет-привет, мои дорогие друзья! Это игрушка Sims 4 и мы с вами продолжаем играть за семью Брейнов. В прошлой серии у нас нашу мать, насколько я помню, похитили пришельца, но что-то она никак-то не изменилась. Они у нас вообще все спали, как я понимаю, а мы их тут вот так вот некрасиво разбудили, поэтому давайте возвращаться в игру. И я вам буду кратенько рассказывать. Так, а ну иди спать. Иди спать. И ты иди спать. И ты, пожалуйста, иди спать. Ну и ты, ладно, иди спать. Все, они у нас уже пошли спать. И я вам кратенько хочу рассказать, какие у меня планы на эту серию. В общем, как вы видите, наши Олег и Даша уже совсем стали старыми и мне кажется, что нам нужно переходить уже играть за их детей. Я думаю, что нам стоит с вами начать с Джонни, ведь он у нас собирается стать рок-звездой. Мы его, по-моему, сделали музыкантом. А наша Соня собирается стать известным поваром. Повар в татухах с розовыми волосами. Прекрасно. И мне кажется, что если мы сейчас вырастим нашего Джонни, то есть устроим ему день рождения, то ему пора будет уже переехать, потому что, в принципе, ну жить с родителями, он уже у нас взрослый, все дела. Поэтому сейчас у нас проснется Даша и сделает, получается, ему тортик. И, ребятки, если хотите больше серий по Симсам, не забывайте ставить лайки, потому что они будут прекрасным стимулом, чтобы записать новый ролик, как вы понимаете. И, с другой стороны, мне будет действительно очень приятно. Поэтому давайте вот под этим роликом соберем, там, пять тысяч лайков. И я займусь сразу новым. Так, ну что? Что у нас тут такое есть? Давайте все уберем. А, мы никуда даже убрать не можем. Хорошо, у нас Джонни голодный. Иди покушай. Открой холодильник. Так, подать завтрак. Открыть. Чего тут есть у нас вкусное? Хорошо. Взять порцию. Так, Дашуль, тебе еще долго спать? Ты у нас желтенькая, я так понимаю, что у тебя с настроением... А, ну хотя почти проснулась. Я так понимаю, что вам всем скоро в школу нужно будет. Кому-то на работу. Так, родная моя. Давай-ка ты проснешься. И сейчас займешься тортиком. Иди-ка ты на первый этаж. Ты голодная. У тебя досуг, гигиена. Иди, наверное, пока прими душ. А где наш Джонни? Джонни? Ты чем занят? А где Джонни? Ребята? А что это он у нас вообще здесь сел? Он пришел жаловаться к сестре, да? Что-то какое-то грустное. Вот ты переедешь, я тебе еще и прическу поменяю. Внешний вид делаем действительно такого тебя рокерского парнишку. Так, по-моему, ты спать хочешь. Ну, я понимаю, что ты хочешь спать. Ну, что поделаешь. Так, Дашуль. Тебе нужно испечь к вечеру тортик, поэтому... Подать завтрак, приготовить изысканное блюдо. Ты не можешь какой-нибудь изысканный тортик сделать у нас? Так, изысканный фруктовый торт. Знаете, я боюсь делать изысканный фруктовый торт, потому что готовить и спечь. А, мы печем сухарики и только эти самые. Значит, приготовить. Приготовь, пожалуйста, шоколадный, бисквитный. Давайте какой-то красивый сделаем тортик. Клубничку не хочу. Конфетти. А, это яблочный пирог. Давайте-ка, наверное, конфетти. Симпатичней же. Симпатичней. Папуня, тебе вставать-то не пора? Сегодня на работу нужно? Да, тебе сегодня на работу, Олежа. Поэтому, все, хватит спать. Иди-ка ты, наверное, перекуси. Все, иди кушай. А потом иди в туалет. Так, Джонни. Ты чем там занимаешься? Общения тебе мало. Иди-ка в туалет, наверное. Есть. Ты спать хочешь? Странно. Ладно. А, родная, и ты хочешь спать? Иди-ка, наверное... Воу. Мы не будем папке мешать. Так, они у нас уже отправляются, я так понимаю, что в школу. Все? Да? Они у нас пошли в школу. А наша Дашуля готовит, получается, им... Господи. Посмотрите, старая Даша. Без регистрации и смс. Я думаю, что вечером она у нас... Так, ты что? А, ты идешь на работу. Я думаю, ты на работу идешь. Я думаю, что вечером мы отпразднуем день рождения. Иди поешь. Только торт надо пока в холодильник поставить, он пропадет. Ты что идешь кушать? Нет, 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 нет. Никакой торт ты кушать у нас не будешь. Открыть. Давай откроем и взять порцию. Слушайте, а где у нас торт-то? Три кусочка осталось? А почему? Ребят, мы же вроде торт... А, наверное, уже Даша успе... Блин, ты лалка. Успела уже отгрызть, ну. Так, ты у нас там играешь во что-то? Подожди, а тебе на работу не нужно? Я так понимаю, что у нас теперь еще и проблемы. С нашими этими показателями. Так. Уважаемая. Подождите, а кому когда на работу? Тебе надо на работу? А, он уже ушел на работу. Понятно. Дашуля. Ага, верный дневник? Нет. Пусть идет сама. Честно говоря, у меня нет сейчас желания ими заниматься. Так, Олеж. Мне кажется, что тебе... Ладно. Что мы с вами можем сделать? Так, усердно учиться. Усердно учиться. Усердно работай. Упорно работай. Хорошо. Да, Шуля, пусть у нас сейчас будет упорно работать. Они, по-моему, повышают свои навыки, когда находятся на работе. Не навыки эти. Состояние. Так, что у нас там происходит? У тебя телефон звонит? Хочешь звонок? Директор звонит ответить? Отвечай, конечно. Что делать-то? Блин, она спать хочет. Сейчас придешь, ляжешь спать. А Джонни? И Джонни хочет спать. Давайте они пока родители не пришли. Они у нас пойдут поспят? А придут родители, и мы как раз их отправим праздновать день рождения. Точнее, не отправим. Они у нас будут дома, наверное, будет тихий семейный ужин. Гигиена у тебя на минусе. Ну, иди прими ванну, ладно. Хотя, стоп. Улучшить? Улучшить? Олег обладает некоторыми требованиями... А, не обладает. Улучшение приборов. Как интересно. Так, прими ванну. Иди поспи. А куда наш сын пошел? Куда ты пошел? Дремать? То есть там тебе уже не спится, да? Школьный день подошел к концу. Джонни получает оценку удовлетворительно. Он может легко повысить свой результат. Я понимаю. Так, а что наша Дашуля? Она тоже хочет спать. Ну, иди спи. Я надеюсь, что вы скоро все проснетесь. Ох, как у них все плохо с бодростью. Ладно. А где наш Джонник? Ребят, это он спать пошел называется? Слушай, родной мой, это не спать называется. Иди тут поспи. Не дай бог уснешь там, утонешь. А я же потом виновата буду. Так. Ну что? Что ты мне скажешь, Даша? Давайте-ка уже отпразднуем его день рождения, потому что я уже хочу за Джонника поиграть одного. Приготовь, пожалуйста, нам... Давай уже просто шоколадный торт. Так. У тебя с досугом проблемы, да? Ну, иди смотри телевизор. Просмотр каналов. Ты, наверное, посмотри тоже каналы. А у папки? У папки, в принципе, все более-менее. Тоже смотри каналы. Просмотр. Вот, садитесь втроем. Прекрасная такая семья. Я так понимаю, что нашему Джонни не хватает любви. И ласки. Так, главное, чтобы сейчас Даша не начала есть торт. Так, и ей нужно в туалет. Так, использовать. Давай, родная. Только не бери его, я тебя прошу. Оп. Все, убрали. Убрали торт. Подождите, а я теперь его могу обратно поставить? Ставить. Слушайте, а где тортик? Че у нас опять залажа получается? Ну? У нас тут куча тортиков всяких? Слушайте, а че это у нас? Какой-то у нас стук тортиков. А ну, давайте на паузу перейдем. Вы посмотрите сколько... Блин, у нас два тортика целых. Ну, я так понимаю, что сейчас наша семья поправится. Причем конкретно. Так, Джоник, поставь-ка ты у нас взять кусочек, пригласить за стол, свечки поставить, свадебные фигурки. Давай, свечки. Тебе пора вырасти уже. Хоп. Ну что? Загадать желание, задать свечи, праздную. Загадать желание. Ну что, ты готов? Только загадай что-нибудь хорошее. Так. Готово, друзья! Джоник должен подрасти. Есть! Готово! Так, Джоник взрослеет, начало взрослой жизни. Вас ждут ответственные решения, увлекательные карьеры и большие перспективы. Кто сказал, что 20 лет, это не круто. Творец. Меломан настроения. Так, та-та-та. Черта характера. Так, давайте посмотрим. Он у нас танцмашина. Этот персонаж не терпится выйти на танцпол. Танцевать. Нет, танцевать я не хочу. Что-нибудь тут есть еще связанное с музыкой? Романтик, скептик, чистюля. Самоуверенный. Это на что? Свой в доску? Обниматься? Нет, там не интересно. Так, ребятухи. Смотрим. Задира, неряха. Инсайдер. Посещать клубы. Ну, нет. Давайте-ка тогда возьмем... Возьмем, возьмем, возьмем. Ну, я просто буду добрый. Мог жертвовать благотворительность. Гурман. Активный. Неуклюжий. Тиночка, угрюмый. А давайте веселым. Счастливее. Давайте такое у нас будет. Окей. Так, ну что, друзья. Я думаю, что нашему брату пора всех за стол пригласить, да? Положить багаж, поставить. Пригласить за стол. Все, ребят. Вы посмотрите, сколько у нас тортиков. По-моему, все берут с разных этих самых тарелок уже. Смотрите, как мило. Семейный круг. Не переживайте, друзья. Мы еще и за Соню поиграем обязательно. Так, родной мой. Мне кажется, тебе пора переезжать. Пригласить. Отправиться. Найти работу. Оплатить. Ох, у нас счета, друзья. Надо оплатить. Оплати, пожалуйста. Точно. Мы все время с вами забываем оплатить счета. Но. Я бы хотела, чтобы ты у нас приехал. Заказать услуги. Так. Взять отпуск. Переместить семью. Слушай, а ты у нас сможешь переехать? Делать селфи. Хм. Так, друзья. Сейчас будем разбираться, как бы нам Джонни отправить куда-нибудь другое место жить. Все, друзья, оказалось гораздо проще. Если кто не знает, как разделить наши семьи в симсах. В общем, вот у нас осталось трое человек. Для того, чтобы вы могли, допустим, одного члена семьи переселить от тех, кто у нас сейчас уже есть, вам нужно, во-первых, перейти в режим семей. Вот, во время пере... У нас сейчас, правда, переезд. В общем, перейти в редактор, и там есть создать новую семью. То есть вы заходите в редактор, выбираете свою семью, и там есть кнопочка создать новую семью. Выбираете персонажа, которого вы хотите отселить, и вуаля, все готово. Так, ну что. Наш Джонни хочет переехать, но мне кажется, что мы можем его, знаете, куда переселить? Магнолия. А мы в Магнолии что-нибудь уже строили, делали. Не, у нас тут особо ничего интересного нет. Нет, у нас тут есть ресторан. Давайте другой выберем. А Виндебург, если я правильно прочитала. О, смотрите, что это у нас тут такое. Смотрите, сколько интересного. Так, это что у нас семьи? Тут у нас семьи живут. Персонажи не могут жить на нежилых. Ну, это понятно. Смотрите, у нас тут есть маленький квадратный участок. В принципе, летний домик. Не, это дороговато. Зато у нас вот есть провинциальная резиденция 30 на 20. Но мне кажется, что нашему Джонни, как только, учитывая, что он только-только переезжает, мне кажется, такого начального домика ему будет достаточно. Ну что, сейчас попробуем построить какое-нибудь небольшое такое вот студио в пределах вот 20 тысяч. Может быть, что-то попроще, может быть, что-то поинтереснее. Я надеюсь, что вам будет интересно посмотреть, какой у нас тут домик получится. И, ребятки, я, в принципе, планирую, наверное, в ближайшее время вводить рубрику по постройке различных зданий, различных домов, которые будем загружать с вами в онлайн, и вы сможете их найти. Если вы за эту идею, обязательно напишите в комментариях, потому что под прошлыми роликами было пару желающих, но вот давайте вот этот ролик у нас будет решающим. Хотите? Я буду по вашим желаниям создавать какие-то интересные... Не поняла, где наш участок... Вот это... Это дорожка к нам идет? Что это мы за участок купили? Стопочки! Вот это... Вот это джо... Ну, у нас на что у нас были деньги, то мы с вами и смогли купить. Да. Так вот, если вы хотите, чтобы у нас было больше всяких различных идей по постройке домиков и так далее, не забывайте ставить лайк, во-первых, и пишите в комментах. Обязательно будем создавать, будем смотреть по вашим желаниям. Допустим, может, какие-то рестораны, какие-то кафе, какие-нибудь там спа-центры и т.д. и т.п. В общем, в принципе, вы знаете, какие у меня есть дополнения. Если, кстати, кто не знает, по-моему, здесь они у меня все указаны, да, наборы. Базовая на работу у меня есть, веселимся вместе в поход, день спа в ресторане, роскошная вечеринка, внутренний дворик, классная кухня, детская и на заднем дворе. Поэтому, ребятки, что захотите, то с вами и построим. Ну, а я пока что буду для Джоника делать небольшое холостяцкое гнездышко. Я, скорее всего, возьму 50 тысяч всего лишь сейчас. Кто не знает, как водить, мне, кстати, очень многие пишут. Зажимаете Shift-Ctrl-C, пишите на английском. Так, Motherlord, и у вас есть 50 тысяч. Так, и точно так же обратно Ctrl-Shift-C, мы скрываем их. А пока что, друзья, я предлагаю сейчас построим что-нибудь небольшое, но уютненькое. Поехали! Не переключайтесь! Поехали! 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 Для домика очень даже неплохо. Давайте устроим небольшую экскурсию. Так. Я, как обычно, строила, исходя из каких-то там, не знаю, с фантазий, которые мне рисовала моя голова. Значит так, вот здесь у нас туалет с ванной, причем я их не соединила. Здесь у нас вход в туалет, здесь у нас вход в ванную комнату. Я бы еще подобавляла всяких различных красивых украшашек, но, как вы понимаете, у нас просто уже не хватает денежек. У нас осталось 1300. Я представляю, сколько стоит оплачивать вот это все будет. Оплачивать счета. Так, здесь у нас, ребятушки, кухня. Причем кухню я решила тоже сделать, соединить вместе, скажем так, со столовой. Тут у нас отдельно стол, здесь у нас отдельно кухня будет. Так, стопочки. Чего ты там хочешь? Ага, у тебя с общением проблемы. Ну, позвони сестре, например, поговори. Так, поболтать с... Позвони с сестрой, поговори. Пока я устраиваю экскурсию. Значит, здесь у нас такая небольшая кухонька. Сплю. Ой, прости, пожалуйста. Здесь я решила сделать камин. Мне почему-то очень захотелось сделать небольшой такой каминчик. И надеюсь, что у нас не будет проблемы с пожарами и так далее. Так, ну что? Как он будет смотреться? А мне нравится. Так, мы можем тут погреться возле него. Куда ты садишься? А, ты сядешь вот здесь. Ну, хорошо. Садись. Значит, здесь у нас такая небольшая гостиная. Получилось, я решила вот эту часть, всю стенку сделать стеклянной. Ну, не знаю. Мне кажется, так будет довольно симпатично, интересно смотреться. Плюс будет более светлая комната. Так, ты хочешь спать? Давайте отправлять его спать. И здесь у нас спальня, дорогие друзья. Так, все, хватит тебе греться. Иди уже спать. Я решила повесить различные плакаты, так как он у нас будет музыкантом в будущем. Иди спать, пожалуйста. Поэтому, мне кажется, что будет в тему, если мы вот такие всякие штукенцы повесим. Да, друзья, что я забыла? Вот то, что я забыла. Причем, когда я расставляла свет, я об этом думала, что надо добавить. Мы с вами забыли про зеркало. Потому что, как я вам говорила, я хочу поменять нашего Джоника. Давайте самое обычное зеркало поставим. У нас все равно уже денег нет. Так, возвращаемся в жизнь. Значит, здесь у нас ванна. Здесь у нас получается небольшая такая спаленка. Опять-таки, здесь у нас панорамные окна. И, дорогие друзья, здесь у нас типа кабинет. Я решила сделать его таким базовым пока что. Пока мы с вами не определились, чем будет заниматься Джонни. Значит, он у нас без работы. Ему нужно будет начать карьеру. Не, подожди, пока не начинай. Пусть он у нас выспится. И я хочу, чтобы после того, как он у нас выспится, его полностью поменять. Потому что очень хочется посмотреть, как же наш Джонни в итоге станет певцом известным. Все дела. Вот, видите? У нас такая тут стиляжность. Я надеюсь, что вам... Что? Что-то такое. Закончить рано? Теперь будет хорошо. Не, стоп-стоп-стоп. Ничего не хочу заканчивать. К нам кто-то пришел, что ли? А как мы узнаем, что к нам кто-то пришел? Слушайте, какая красотень. Это что у нас-то? А, семья из галереи. Посетить. Джонни не может никуда отправиться, пока не закончится общественное мероприятие. А где она у нас происходит, друзья? Я что-то... А, вот. К нам кто-то пришел, только он почему-то... Ладно. Привет, чувак. Поприветствовать. Дружески давайте. Хм. Как интересно. То есть у нас вход с той стороны. Блин, ребята. Вот это фейл. Вот это фейл. Я-то думала, что у нас с той стороны идет дорога. Ну, значит, у нас будет отсюда дорога. Привет, чувак. Слушай, ты такой у нас модный. Так, что ты можешь сделать? Поблагодарить за посещение, обсудить местную рыбалку. Давайте обсудим интересы. Пообщаемся с ним. Слушайте, хватит, какой стиляжный мальчик к нам пришел. Ну, ты у нас скорее как этот самый. Давайте спросим о карьере. Что ты мне расскажешь? О, штаны обосражки. Все, как мы с вами любим. Так, он у нас пообщался, и он у нас сейчас голодный. Я думаю, что тебе нужно приготовить что-нибудь покушать. Яичница. Давайте макароны с сыром. В детстве обож... Мы не можем их взять, да? Ну, давай тогда жареный сыр, что ли. Подождите, а в чем... А, блин, ребятки. Это вот не поиграешь долго в симсов, и теперь уже не помнишь, что нужно делать. Так. Приготовь, пожалуйста, макарошки. Все, взял порцию. Можешь за стол пригласить. Пригласить за стол. Все? Ты уже доволен? Покушал? Все дела? Все, Джонни. Сейчас, мне кажется, тебе надо поменять твой образ. Ладно, никто кушать не хочет. Убираем в холодильник. А, что мы еще, друзья, с вами совсем забыли? Мы с вами забыли мусорку. Ну, я так понимаю, что пока что мы не можем... Хотя, либо нам хватит денег на ту мажорную мусорку, либо не хватит. Так, двести шестьдесят пять. Вот это? Тысячу двести? Не-не-не-не-не. Хотя, стоп, может мы какое-то растение продадим? Сколько оно будет стоить? Чего мы можем тут с вами продать такое? Давайте ковер продадим. Ладно. Сто сорок четыре. Конечно, не варик. Продали ковер. Пока давайте будем без мусорок. Будем мыть все по чесноку. А вот когда Джонни найдет работу, он уже сможет нормально что-нибудь себе здесь прикупить. Так, Джонни, дорогой репетер-витрей, примерно надо изменить персонажа. Мы тебе сейчас хайрок поменяем. Все сейчас тебе поменяем. Одежду поменяем. Ты у нас уже вырос. Хватит вносить подростковую одежду. Надо тебе что-нибудь такое конкретно сделать из тебя такого стиляжного парнишку, которого любят все девочки. Так, друзья, приступаем. Перемене нашего персонажа. Так, ребятки, я решила сделать вот такого Джонни. Да, он, конечно, немножко странный получился. Я ему решила поменять прическу, сделать вот такую. К сожалению, у нас нет туннелей. Я решила ему такие, типа, штучки в уши вставить. Поэтому, ребятки, не бомбите. Там, я знаю, у нас сейчас начнут многие писать. Фу, на педика похож. Мне лично нравится, когда я была, ну, скажем так, в возрасте школьном, начальном, студенческом. У нас мальчики часто носили. Правда, только левую сережку. Но тут, насколько я поняла, нельзя выбирать, правое или левое ухо. Поэтому будет он у нас двумя сережками. Решила одеть такую вот мотоциклетную, скажем, курточку. И так как у нас совсем рваных штанов нет, пришлось одеть ему вот такие. Вот он у нас в таком черном прикиде получается. Давайте посмотрим, что на него надето, если он в костюме. Давайте такой прикид. Как, девочки, думаете, неплохой парнишка получается у нас? Мне кажется, что... Ммм, девочки. Слушайте, я начинаю смущаться, когда я его в таком виде вижу. Так, нет, мне платья не нужны. А, может, давайте сами его оденем? Нет, в таком виде я не хочу, чтобы он спал. Давайте. О, это специально, получается, выпуск будет для девочек. Так, друзья. Ну, такой он у нас уже был. Мне кажется, что нужно нашего Джоника переодеть во что-нибудь другое. Так. Господи, тебе даже... Хотя в шляпе он не так уж плохо выглядит, но мне кажется, что лучше с него шляпу мы сейчас снимем. Так, это что у нас получается? Для вечеринки, для праздника. Давайте тогда для праздника его оденем. Что у нас есть? Ну, давайте джинсы классические. А, верхняя часть, можно рубашку ему надеть. Одеть, надеть. Одеть, надеть. Так, я знаю, да, сейчас многие у нас... Ну, мне так не нравится такая, такой вариант. Вот этот вариант, честно говоря, мне нравится. По-моему, он у нас... А, нет. Можем вот так его приодеть. Пусть таким будет. Так, ну и плавать в чем ты у нас будешь? Мне кажется, что плавки ему вот такие подходят. Ну что, ребятки, вы готовы? Я готова. Наш Джоник уже готов покорять сердца и становиться музыкантом. Я думаю, что нам сейчас нужно ему работу найти. Посмотрим, есть ли у нас что-то околомузыкальное. Хотя, в принципе, у нас цель я выбрала именно с музыкой связанной. Слушайте, вы посмотрите, какой у нас... Ну, в принципе, смотрится очень даже неплохо. Так, Джонни, дорогой мой, тебе нужно найти работу. Начать карьеру. Кем ты у нас сможешь быть? Хммм. Так. Ты какой-то темноват. Так, детектив, доктор, ученый. Это там, где мы сможем с ним перемещаться. К сожалению, как видите, у нас только три карьеры такие есть. Исполнитель. Прожекторы. Та-та-та-та. Сфера развлечений. Музыка и комик. Преступник. Слушайте, а у нас что, так мало тут вариантов получается? Писатель. Ну, давайте. Тогда будет исполнитель. Карьеру развлечения смеша своими шутками, вызывая слезы, трогательными мелодиями. Ну, хорошо. Будешь как папка. Хотя у нас папка скорее отвечал, получается, за шутки. А ты у нас будешь за музыку. Значит, что нам нужно? Задание. Сочинять шутки и упражняться в музыке. Ну, иди поиграй. Петь песню. Костер. Нет. Петь песню у костра не нужно. Сыграть песню. Блюз. Блюз столовой агоги. Так, учиться. Давай учись, иди. Слушайте, а вроде даже не так уж плохо получается. Хотя нет, я бы не сказала, что неплохо. Ему еще учиться и учиться. Когда ускоряешь, такой забавный звук получается. Так, ну что ты мне скажешь, дорогой? Я думаю, что девочки от него были бы уже в восторге. Ну, знаете, сейчас популярны всякие такие группы, бойбенды. Тем более, она у нас действительно так смотрится неплохо. И прическа наиболее такая была одна из не самых плохих. Так, давайте посмотрим, что у него тут. Гитара, видеоигры. Хорошо. Завершено. О, долго тебе еще учиться. Давайте посмотрим, что у нас тут мы можем еще пока поделать. Конечно, когда он один, у нас получается за одного персонажа играть-то мне легче. Но, в принципе, ничего интересного такого у него не происходит. Давайте посмотрим, когда у него работа. Так, продуктивность, сочинять, упражняться в музыке. А, завершено? Мы уже же задание выполнили? Хорошо. Так, подождите. Так у нас получается три дня еще до работы. Нам надо бы отправиться в город. Может, с кем-нибудь познакомиться. Или можем в чате посидеть. Дискомфорт в туалет тебе нужно, да? Ну, тебе пока не сильно нужно. Давай ты у нас закончишь наше обучение. Сколько тебе еще там? Побринчи. Я понимаю. 82 процента. Хотя, ладно, друзья. Мы же с вами не будем его мучить. Уходящее сообщение. Поздравляю с получением отличной работы. Ну, нас сеструха поздравила. Спасибо, Соня. Надо будет как-нибудь ее к себе в гости пригласить. Я понимаю, что тебе надо в туалет. Так. Олег Брейн. Прямо сейчас в ночном клубе происходит потрясающая вечеринка. Не хотите сходить? Давайте сходим. Окей. То есть папка наша позвонила и предложила сходить на вечеринку. Знаете, наверное, у нас хорошая папка. Так. Ну что? Давайте сейчас сходим на вечеринку. С кем-нибудь, может, познакомимся. И сделаем, друзья, перерывчик. А вы обязательно напишите в комментариях по поводу идей с домами. Ну и, в принципе, как вам Джонни? Мне кажется, из него можно сделать хорошего такого исполнителя, музыканта. Ну, давай, грузись, хороший мой. Конечно, я понимаю, что мы с вами накупили кучу всяких приложений. Теперь у нас игра будет идти еще медленнее. А где люди? Люди? Так, вот наш папка. Так, нам нужно с телочкой познакомиться. Ты кто такая, красавица? Давайте смешно представимся. Вон там барышня с розовыми волосами. Барышня. Надеюсь, это не наша сестра? Я так издалека не узнала ее. О! Смотрите, какая Чика. Девушка, давайте познакомимся. Слушайте, а ничего такая. Знаете, вот я ее увидела. Узнать лучше. Мне кажется, что мы бы могли с ней что-нибудь завести. Обсудить интересы. А вот еще одна телочка пришла. Слушайте, ребят, я начинаю разрываться. А, вот это, по-моему, та же товарищ, который к нам приходил. Так, может нам попросить жанр, представиться. А нам тут могут что-нибудь танцевать вместе? Так, идите потанцуйте. О! Прекрасно, у нас уже действительно подружка появилась. Слушайте, они плохо не смотрятся вместе. Так, а ну-ка идите-ка сюда. Танцевальная битва. Танцевать вместе. А ну идите туда. Она уже ушла, да? Хорошо, давай с вот этой познакомимся. Так, смешно представиться. Слушайте, вы посмотрите, какое у него самодовольное выражение лица. Он явно у нас пришел в клубе девочек цеплять. Джонни у нас такой. Ты с нами будешь здороваться? Красавица. Слушайте, осмотрится. Так, а ну-ка, давай-ка с ней похвастаться мускулами. Ребятки, что это за движение? Что-то ручками он такое делает. Ага, значит, с одной телочкой мы познакомились. Рассказать невероятную историю. Острогаться с сонной гитарей. Ну давайте похвастаемся перед девочкой. Может нам стоит диджея? Хотя нет, я хочу быть именно музыкантом. Куда-то, по-моему, только что диджейская установка пропала. Так. С Анной и Джейд у нас еще одна мадам появилась в разговоре. Ага, смотрите. То есть у нас тут две телочки и еще та третья. Может нам сходить в бар, нет? А что у нас было там на этаж ниже? Ну тут никого особо толком и нет. Хорошо, давайте в бар сходим. Смешно представиться. Другие варианты. Заказать напиток. Давайте закажем напиток. Напиток для группы можно. Крем. Сода. Так, что бы нам с вами выпить? Сок со льдом. Давайте сок со льдом. Ну мы типа не пьем. Так. Ммм, кокетливый. Джонни кокетливый. Он такой забавный, знаете. Джонни, харец танцевать. Иди напиток закажи. Так. Я так понимаю, что скоро он заняться в уху с кем-нибудь. О, какие у нас интересные желания. Посмотрите на его походку. По-моему, наш папка просто в шоке. Так, папка. Не раздражай меня. Я хочу выпить. Для папки сделал? Молодец. Угости его тоже. Бедный Олег. Он все это видел. Как его сынуля тут со всеми флиртует. Зато фейс какой у него довольный. Так, родной, ты хочешь кушать? Ну хорошо, закажи покушать. Заказать еду. Все равно мясная тарелка. Так. Взять чипсы, крендель. Вот возьми себе крендель. Хотя от кренделя еще поправишься. Он, на слава богу, сейчас со всеми не общается. А как крендель выглядит? Она нам крендель сделает? Ты, мадам крендель. Я кушать хочу. Я так понимаю, что мы с вами ничего не дождемся. Уважаемая. Заказать еду? Хорошо. Давайте пита и хумус. Рыбожаренным картофелем. Давайте питу. Может, она подороже нам что-нибудь приготовит? Ну? И где моя еда? Ладно. Не хочешь, не надо. Отправить счастливое. Отправить кому? Счастливое сообщение. А кому мы можем отправить? Так, поболтать. Отправить счастливое сообщение. Давайте вот это. Кто вам больше нравится? Мне нравится эта кэнди-бэр. В принципе, и эта симпатичная. Но мне нравится она. Такая вот необычная внешность. Девочка. Хоп. Тихо. Не надо на паузу. Ой, мы что-то грязные, ребятки. А нас тут нету этой часом душевой кабины. Примерить наряд, изменить, выбрать наряд. Ну, давайте, может, хотя бы вымоем руки. Потому что ходить с грязными руками и вообще грязным ходить. Сейчас все девушки от нас убегут. Обрать стакан воды и выпить. Почисти зубы хотя бы. А, это питание. А, все понятно. Я смотрю, конечно, не на те показатели. Так, еще почисти зубы, еще вымой руки. Как вы видите, у нас сегодня такой день. Получается, у нас еще два дня впереди выходных. И Джонни пока может нас заводить со всеми знакомства. О, у нас тут еще дамочки пришли. Давайте танцевать. Будем вместе со всеми танцевать. А это что за мадам? А, это парень. Блин, я думала, это девушка. Пардун. Пардун. Так, друзья, что у нас сверху? А, у нас тут сверху... В принципе, ничего интересного. Просто столики и туалет, получается. Хорошо. Так, Джонни. Мне кажется, что ты у нас скоро станешь не рок-музыкантом. А именно этим диджеем. Судя по твоим движениям. Меня прутывают движения. Может, ты что-нибудь интересное тут можешь показать? Действия, наряды, смотреть на звезды. Так, танцевальная битва. Показать танцевальное движение. Под ручку. Это что за движение, друзья? Уш-ш. Так, а мы можем какие-нибудь, допустим, танцевальную битву устроить? Давайте. С кем бы нам устроить танцевальную? Давайте с Анатолием Тарасовым. Не хочешь со мной устроить танцевальную битву? Воу. Честно говоря, я даже не представляю, как она у них будет выглядеть. Я смотрю, что у нашего Джонника теперь уже много друзей будет. И всякие пати мы сможем устраивать. Но не хочет он и не надо. Так, ребятки, я думаю, что нам стоит отправляться домой. По-моему, наш папка уже давно ушел. Я надеюсь, он там в баре не спился. Так, ты где? У нас уже утро. Бодрость на нуле. Ой, я так и знала. А у нас, кстати... А, ну да, у нас же здесь машин нет. Я все время забываю. Так, ребятки, я думаю, что нам нужно сделать с вами перерывчик. Вот у нас такое начало жизни нашего Джонни. Мне кажется, что нам нужно сейчас заняться его отношениями, его работой. И будем стараться его пропихнуть вверх по карьерной лестнице, чтобы он у нас стал супер-пупер известным диджеем. Хотя, может... Ну, я хочу, чтобы он был рокером, но может тут проще стать диджеем, я не знаю. В принципе, будем смотреть по настроению. И опять-таки, ребятки, хотите больше симсов, напоминаю вам, не забывайте ставить лайк. А я буду с вами сейчас уже прощаться. Мы сейчас вернемся как раз домой. Я желаю вам всем отличного, позитивного, веселого настроения. Надеюсь, у вас все хорошо. И до новых встреч. Так, все, Джонни, иди спать, а мы с ребятами будем прощаться. А я буду с вами прощаться. Всем пока-пока, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok